Проблема, которую давно пора решить. Закрывать глаза на политику экоцида, проводимую Арменией, нельзя. Речь о загрязнении реки Охчучай, в которую сбрасываются отходы объектов горно-рудной промышленности на территории Армении. Протекает она через Зангеланский район, уже освобожденный от армянской оккупации, и впадает в реку Арас, а это вторая по величине река Южного Кавказа. Большая же ее часть, реки Охчучай, находится в Сюникской области Армении, так в Армянской республике называют исторический регион Азербайджана Зангизур. Ситуацию нам прокомментировал директор Центра истории Кавказа Резван Гусейнов. Естественно, в период оккупации азербайджанской территории мы не могли никоим образом влиять на ту варварскую хищническую ситуацию и разграбление наших ресурсов, и экологическую ситуацию, положение которой создавало разграбление со стороны армянских оккупантов. Сейчас ситуация в этом плане немного улучшилась, потому что мы знаем, что Охчучай, хотя и берет свое начало, и протекает по территории Зангизура в Армении, то есть свое начало он берет на границе между Нахчеваном и Зангизуром в Армении, протекает через Малибденовый Каджаранский завод, который является основным заквизмителем Охчучая. Затем он течет через Зангизур в направлении города Кафана, и уже после Кафана, пересекая территорию Азербайджана, по Зангиланскому району доходит до реки Арас, до реки Арас, где и вливается в эту реку. В чем проблема? Дело в том, что неоднократно за последние месяцы, в прошлом году, в этом году, в прямом смысле была экологическая катастрофа. То есть ядовитые, опаснейшиеся, опасные химикаты с этого Каджаранского молебденного завода каким-то образом вытекли и попали в реку Охчучай. В результате погибли несколько видов редчайших видов рыбы, форели, нанесенные по правильному ущерб реке. Тем более, что ее воды текут затем в Азербайджан. Но если армянской стороне все равно, что вот эти отравленные воды убивают и отравляют население Армении, потому что многие поселки и города в Зангизуре формируют свою воду, получают воду от Охчучая. Если для них это все равно, то для нас не все равно, что эта река будет и уже отравляет азербайджанские территории и население Азербайджана. Тем более, она вливается в реку Аракс, тоже очень тяжелая экологическая ситуация. И вся вот эта отравленная ядовитая консистенция течет по южным регионам Азербайджана. Затем она там, где впадает река Кура и Аракс, дальше уже по центральным регионам Азербайджана, южный и вплоть до Каспия. А значит, отравляет значительную часть территории и населения Азербайджана. В связи с этим Азербайджан ждет должной реакции международных структур и стран. Мы уже направили соответствующее обращение. Ответ нам нужен не в устной или письменной форме, а на деле. По мнению директора Центра истории Кавказа Резвана Гусейнова, мир с учетом его приверженности охране окружающей среды молчать уж точно не должен. Сейчас, особенно последние несколько лет, тема экологии, тема зеленой энергетики, чистого развития, устойчивого развития и других проектов, которые лоббируются на уровень руководства ООН и ведущих стран. В рамках этих проектов никак не вписывается Армения, у которой мало того, что с Охчучаем, мы знаем вот такие проблемы, так еще и с Мицаморской АЭС, с ее отходами. То есть это страна, которая является в прямом смысле угрозой всем соседним государствам региона. И я думаю, на примере ситуации плачевности Охчуча Азербайджан постарается привлечь, не только привлечь внимание международной общественности, но и найти рычаги воздействия на армянскую сторону, потому что власти Армении всегда, особенно сейчас, нуждаются в кредитах от финансовых структур, от международных банков, от европейских банков. И насколько я знаю, насколько мы понимаем, сейчас очень жестко регламентируется. То есть для получения кредитов, а тем более льготных кредитов, необходимо придерживаться, очень жестко придерживаться правил экологии, зеленой энергетики. И в этом контексте, я думаю, у нас есть широкое поле для того, чтобы воздействовать на власти Армении и принудить их не только восстановить экологическую ситуацию, но еще и оплатить ущерб, который наносится в том числе территориям Азербайджана. Процесс этот долгий, подчеркивает историк. Предстоит участие в этом и Европейского суда. Есть и определенные специализированные структуры, которые в рамках экономических и других судов могут привлечь к ответственности европейских и иных инвесторов, если они сопричастны и виноваты в экологической катастрофе, касающейся реки Охчучай. Кстати, Минэкология и природных ресурсов Азербайджана обратилась к Бундестагу Германии и Зеленой фракции с призывом обратить внимание на деятельность Зангизурского медно-малибденового завода, основным акционером которого является немецкая компания Кронимит Холдинг. Другие страны региона в стороне от проблемы оставаться также не должны. Решение вопроса и в их интересах.